Мы рады приветствовать вас на нашей вводной лекции экономического Олимпа, на которой мы разберем тему издержки. Данная лекция рассчитана на начинающий уровень, то есть на тех, кто только начал свое знакомство с экономикой. Помимо данного курса в рамках нашей программы будет представлено еще два курса. Второй курс будет для тех, кто уже имеет какие-то начальные знания по экономике, и третий заключительный курс будет для тех, кто готовится к заключительным этапам различных Олимпиад. Если вы хотите узнать свой уровень и понять, какой курс вам необходим для старта, вы можете пройти первичное тестирование на нашем сайте. Меня зовут Рафикова Татьяна, я за последние несколько лет преподавала на курсах при экономическом факультете МГУ в различных московских школах и также была старшим преподавателем во выездных школах. Сегодня я буду рассказывать про издержки. В данную лекцию войдут темы, которые включают в себя вообще основные понятия из курса издержек, как выводить издержки из производственной функции, как выглядят основные графики издержек и что такое отдача от масштаба, как она связана со средними издержками. Вообще курс будет устроен следующим образом. По каждой теме у вас будет вводная лекция, где будет разобрана основная теоретическая база по данной теме. Затем будет семинар, где вместе с преподавателем вы сможете прорешать основные задачи по данной теме, и потом у вас будет самостоятельное решение задач, которые в дальнейшем будут проверены специальными грейдерами. В чем же заключается основное преимущество нашего курса? Основным преимуществом является то, что все задачи, которые вы решаете, будут проверены, и также затем, если что-то у вас не получилось, наши преподаватели будут давать вам подсказки и какие-то наводящие комментарии, которые помогут вам в дальнейшем решить эту задачу. Когда вы решаете задачи самостоятельно дома, если у вас что-то не получается, вы вынуждены потом смотреть решение целиком, а на нашем курсе вас смогут подтолкнуть к решению, и это будет намного более эффективно в плане подготовки к дальнейшим олимпиадам. Итак, давайте начнем нашу лекцию. Что такое вообще издержки? Издержки — это наши затраты на производство какого-то количества товаров. То есть, если наша фирма производит табуретки, то издержки — это функция, которая будет показывать зависимость ее затрат на производство от объема произведенных табуреток. Есть несколько классификаций издержек, сейчас я вас с ними ознакомлю, и подробнее мы это разберем в течение лекции. Первая классификация — это то, что издержки бывают совокупные, переменные, постоянные, а также средние и предельные. Вторая классификация — что издержки бывают явными и неявными. Явные издержки — это те фактические затраты, которые наша фирма несет на производство. Сюда могут включаться издержки на зарплату работникам, которые производят товар, издержки на сырье, которое используется в производстве, издержки на аренду помещения, в котором производится данный товар и так далее. Эти издержки записываются в бухгалтерскую отчетность и представляют собой фактические затраты фирмы на производство. Также у нас есть неявные издержки или альтернативные издержки. Вы с ними подробнее ознакомитесь в теме про кривую производственных возможностей, но в рамках темы издержки это у нас означает то, что фирма могла получить какие-то деньги, если бы вложила деньги по-другому. То есть, если бы она не производила табуретки, а, например, вложила бы деньги в банк. То есть, это ее наилучшая альтернатива, от которой она отказалась, чтобы производить свои табуретки. Обычно у нас в задачах функция издержек представлена с учетом уже неявных издержек. То есть, если фирма производит свой продукт с нулевой прибылью, то это значит, что эта прибыль на самом деле является прибылью, равноценной прибыли от наилучшей альтернативы. Подробнее вы это узнаете, опять же, немножко позже, когда мы будем говорить про прибыль, а в сегодняшней лекции мы все-таки сосредоточимся на теме издержек. Итак, издержки у нас бывают переменные и постоянные. Переменные издержки – это те издержки, которые связаны с объемом производства. То есть, чем больше вы производите товары, тем больше издержек вы понесете. Какие это могут быть издержки? Например, это издержки на сырье. Если мы с вами производим табуретки, то нам надо закупать древесину. И чем больше табуреток мы хотим произвести, тем больше древесины нам понадобится. Переменные издержки обозначаются английскими буквами VC, что означает variable costs, то есть это у нас аббревиатура. Помимо переменных издержек, у нас есть постоянные издержки. Это те издержки, которые не зависят от произведенного объема. Например, постоянными издержками у нас является аренда завода, на который мы производим наши с вами табуретки. Сколько бы табуреток мы не произвели, стоимость аренды для нас фиксирована. Более того, даже если мы ничего не произведем, мы все равно понесем эти издержки, мы уже снимем завод. Эти издержки обозначаются английскими буквами FC, что расшифровывается как fixed costs. Соответственно, совокупные издержки представляют собой сумму переменных и постоянных. Это все издержки, которые несет наша фирма на свое производство. И, соответственно, статей это сумма VC и FC. Если мы посмотрим на график, где у нас по оси X представлено Q, то есть произведенное количество, которое произвела фирма Q от английского quantity, и по оси Y у нас представлены все виды издержек, то есть в денежном эквиваленте у нас сколько денег мы потратили на производство. Мы видим, что у нас функция постоянных издержек представляет собой горизонтальную линию, потому что постоянные издержки у нас не зависят еще раз от объема производства и являются константой. Переменные издержки в нуле у нас равны нулю, потому что если мы ничего не произвели, мы ничего на это производство не потратили, и затем представляет собой какую-то возрастающую функцию. А кривая общих издержек, она представляет собой сумму переменных и постоянных. Мы видим, что у нас в точке, где Q равно нулю, то есть где у нас нулевое производство, общие издержки совпадают с постоянными. То есть у нас, когда нулевое производство, единственные издержки, которые несет фирма, это постоянные издержки. Важно помнить, что эти издержки не равны нулю. То есть если фирма ничего не произвела, она все равно могла что-то потратить, например, на аренду завода. Поэтому постоянные издержки мы с вами ищем как издержки в нуле, издержки от нулевого объема производства. Соответственно, переменные издержки — это все оставшиеся издержки, то есть все совокупные издержки за вычетом постоянных. Получаем, что у нас переменные издержки — это какая-то функция от Q, от произведенного количества, постоянные издержки — это константа, а совокупные издержки — это тоже у нас какая-то функция от произведенного количества. Следующим важным понятием в данной теме являются средние издержки Средние издержки — это наши издержки на единицу произведенной продукции То есть сколько в среднем мы тратим на производство У нас, соответственно, есть средние совокупные издержки, которые обозначаются английскими буквами АТЦ Или чаще всего в задачах мы их будем обозначать просто АЦ Есть средние переменные издержки АВЦ и средние постоянные издержки АФЦ Все эти издержки находятся как совокупные издержки данного типа делить на произведенное количество То есть средние постоянные издержки — это у нас общие постоянные издержки делить на количество Средние переменные издержки — это у нас переменные издержки делить на количество И, соответственно, средние издержки — это у нас все общие издержки делить на количество Как мы видим, у нас средние издержки, это общие издержки, делить на количество. То есть АС это у нас ТС делить на Q. ТС, то есть совокупные издержки, складываются из двух компонентов. Из переменных издержек и из постоянных издержек. То есть наши АС разбиваются на две компоненты. Это ВС делить на Q плюс АВС делить на Q. Как мы видим, первая дробь это у нас средние переменные издержки, вторая дробь это средние постоянные издержки. То есть средние издержки представляют собой сумму средних переменных и средних постоянных издержек. Данное равенство довольно интуитивное, но оно может вам пригодиться в дальнейшем в решении задач. Поэтому я вам рекомендую вообще все формулы, которые у нас выделены в рамочку, выписывать себе куда-то отдельно, потому что сейчас вводится много новых обозначений, они вам в дальнейшем в решении семинара и подборки очень сильно пригодятся. Теперь давайте посмотрим на наши графики. Мы видим, что у нас кривая АФЦ, то есть средних постоянных издержек, является убывающей функцией, потому что, как мы видим, у нас в числителе стоит константа ФЦ, а в знаменателе Q. То есть мы, получается, константу делим на возрастающую функцию и получаем вот эту самую убывающую функцию, которая у нас отмечена зеленым цветом на графике. АВЦ и АТЦ в данном случае у нас нарисованы как параболы ветвями вверх. Это на самом деле не всегда так, это зависит от общей функции издержек. На самом деле у нас функция средних издержек может быть как параболы, так и возрастающей, убывающей, даже константой. Это будет у нас определяться индивидуально для каждой конкретной функции издержек. Помимо средних издержек у нас есть не менее важное понятие, такое как предельные издержки. Предельные издержки – это издержки на производство одной дополнительной единицы продукции. То есть если мы хотим произвести еще одну единицу продукции, сколько денег мы на это потратим. Зачем нам вообще нужно это понятие? Это понятие нам нужно для того, чтобы фирма могла определить, сколько же ей оптимально производить. Если, например, наша фирма произвела сейчас 5 единиц продукции, и она думает, если я произведу дополнительную единицу, то сколько денег я потрачу на ее производство. Данную величину фирма сравнивает с таким понятием, как предельная выручка. То есть если я продам эту дополнительную единицу, сколько я дополнительных денег смогу получить от этой продажи? Если предельная выручка будет превышать предельные издержки, то нам выгодно произвести эту единицу и ее продать, потому что наша прибыль увеличится. Дополнительные доходы превысят дополнительные расходы. И, соответственно, наоборот. Если у нас предельная выручка будет меньше, чем предельные издержки, то нам будет невыгодно производить эту дополнительную единицу, потому что прибыль уменьшится. Дополнительные доходы окажутся меньше, чем дополнительные расходы. Но, опять же, об этом мы с вами будем говорить немножко позже, потому что пока что мы не максимизируем прибыль, мы всего лишь разбираемся с темой издержек. Предельные издержки у нас являются производной ТЦ. Почему? Потому что на самом деле в задачах по экономике мы для простоты решения считаем, что мы можем произвести вообще любое количество продукции. Не только 5 или 6 единиц, но и 5,5 единиц продукции, и 11,3 единиц продукции, и корень из 2 единиц продукции. То есть Q может принимать вообще любые значения, если не сказано обратного в задачу. То есть, возможно, вам в условии скажут, что Q может быть только целочисленным, но это будет обязательно оговорено. В противном случае мы всегда считаем, что Q может быть бесконечно делимым. И в таком случае фирма решает не производить ли ей дополнительную единицу продукции, а увеличивать ли ей производство ее продукции на какое-то маленькое-маленькое дельта. И в таком случае для нас уже вот этот предельный прирост издержек станет производной. То есть производная ТЦ по Q, по произведенному объему продукции. Как мы с вами помним, ТЦ — это у нас общие издержки, они складываются из двух компонент — из переменных издержек и постоянных издержек. Если мы будем брать от этого производную, а производная сумма у нас является суммой производных, мы увидим, что производная постоянных издержек по произведенному количеству будет равна нулю, потому что у нас ОВЦ — это константа, это наши постоянные издержки, которые не зависят от произведенного объема. Соответственно, производная константа — это 0, и для нас МЦ эквивалентна производной ВЦ по произведенному количеству. Что важно помнить, что если вдруг вы видите функцию МЦ в задаче, и вы хотите восстановить по ней функцию общих издержек, то есть догадаться, от какой функции брали производную и получили вот данную функцию, которая у нас дана в условии, вы сможете восстановить только функцию переменных издержек. Чему бы не равнялись постоянные издержки, там 0, 100, 1000, вы по МЦ этого не поймете. Поэтому если вы будете восстанавливать функцию ТЦ, то надо будет обязательно дописать плюс ФЦ, где ФЦ — это что-то неизвестное, это какая-то константа. За это обязательно будут снимать баллы в решении, и это очень обязательно всегда надо помнить. Однако, как я уже сказала, в некоторых задачах нам говорят, что мы можем производить только целочисленное количество. То есть мы не можем произвести корень из двух продукций, мы можем производить только целые значения. В таком случае брать производную нельзя. Это будет ошибка, потому что наши дополнительные издержки будут связаны с производством именно одной дополнительной единицы продукции. И тогда предельные издержки будут представлять из себя разницу между производством N единиц продукции и N минус одной единицы продукции. Что это значит? Если мы опять же с вами производим наши табуретки, и мы произвели пять табуреток, и хотим узнать, чему будут равны предельные издержки от производства шестой табуретки, нам надо узнать, сколько всего денег мы потратим, если произведем шесть табуреток. И дальше найти разницу между тем, сколько денег мы потратим, если произведем шесть табуреток, и сколько денег мы тратили, когда производили пять. Вот это разница в издержках, и будет прирост издержек, то есть предельные издержки от производства шестой табуретки. Но этой формулой мы пользуемся только если у нас оговорено, что количество может измеряться только целыми значениями, или если у нас вообще нет никакой функции издержек. То есть если мы не можем взять производную, во всех других случаях мы находим предельные издержки как производную общих издержек.